Спасибо большое, что вы в очередной раз нас поддерживаете. И за это мы взвалили на вас тяжелую задачку. Она реально тяжелая, провести панельную дискуссию по тому, что происходит на российском рынке авиаперевозок. И поэтому у меня вопрос к вам в данном случае, как к модератору, который готовил эту дискуссию, который примерно представляет, о чем вы спрашиваете. Какие у вас ожидания? Что вы хотите услышать от людей, которые будут на сцене с вами? Я хочу услышать, конечно, какие-то честные ответы, а не зачитывание рекламной брошюры и так далее. Ведь авиакомпании не публикуют такую прям развернутую отчетность и так далее. Поэтому интервью это, наверное, возможность, причем интервью не найдено, а в группе, возможность как-то поговорить об истине. Понятно, что возможности ограничены, люди могут и не ответить. Но попробуем узнать, конечно, что меня интересует. Прямо могу вам сказать, какие вопросы еще задать. Ну хорошо, вот входили все в этот год с какими-то ожиданиями в 2021. Что сейчас? Лучше, хуже? Как вы вообще? Как вы? Год назад мы говорили о том, что все говорили о том, что банкротство неизбежно. Все живы, все живы. Это что значит? Что мы пережили какую-то, так сказать, яму? Или вы опять скажете, банкротство неизбежно, но это не я. Вообще авиакомпании кооперируются как друг с другом, чтобы решать какие-то проблемы? Или каждый за себя и больше всего хочет, чтобы сосед сдох? Ну вот какие-то такие вопросы простенькие, на которые мы либо получим ответы, либо нет. Да, я думаю, что в любом случае это будет интересно. Плюс какие-то рецепты. Ну вот по рецептам я точно знаю, что, конечно, мы ответов не получим. Потому что вот здесь, что именно люди делают, как они борются с затратами и так далее, тут, я думаю, это действительно лежит в области конкуренции, конкурентных преимуществ, коммерческой тайны. Этим люди делиться не будут. А вот стратегический план, на кой черт там сейчас самолеты, если, так сказать, пассажиров, мягко говоря, больше не становится. Чего с внутренним рынком? Как они его рассматривают? Может, там что-то изменилось, да? Два года назад мы говорили о том, что за счет внутреннего рынка прожить нельзя, да? Официальная версия была такая. Ну вот сейчас живут, да? И что? Это значит, что научились? Или врут, что живут? Ну так нельзя долго врать, да? Значит, то есть вот масса интересных вопросов, имеющих отношение к будущему, да? Мы что, ждем, пока международные перевозки восстановятся? Или есть какая-то модель, которая, да и бог с ними, мы и так нормально. Есть ли пределы рвозки? Откуда берутся эти пассажиры? Ну, в общем, слушайте, я могу вопросы задавать бесконечно, это не самая сложная задача. Вот, отвечать на них. Но если результатом будет просто так сказать, черт, а действительно ведь надо про это подумать, ну, наверное, тоже неплохой результат. Конечно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!